Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев и я сейчас в гостях нахожусь у своего хорошего знакомого Игоря. Сейчас он про себя сам представится, расскажет полностью его титулы и звания на сегодняшний день. Это возрастной спортсмен, который является преподавателем в физкультурном институте в Академии Краснодарского края, Краснодара. И он сейчас более точно сформулирует свои должности, звания, титулы. И нас объединяет один доктор, один хирург, доктор Мирошников, который сделал 10 лет тому назад операцию Игорю и 2 года тому назад, уже третий год пошел, он сделал операцию мне. Чем интересны эти операции, то что мы оба спортсмены. Игорь, это подвижный вид спорта, это боевые искусства, это тайский бокс, восточное единоборство направления, а у меня тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. Как мы проживаем с этими эндопротезами, вот сейчас будет интересно послушать Игоря, потому что у него уже в запасе 10 лет прожитых со своим эндопротезом. Игорь, несколько слов о себе, твоя должность в физкультурном институте или академии, как сейчас это все? Ну это сейчас университет, я являюсь доцентом в кафедре теории и методики спортивных единоборств, тяжелоатлетики и стрелкового спорта. Кандидат педагогических наук в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию. А что за тема была? Это рукопашный бой, если в двух словах, это что делать боксерам и что делать борцам, чтобы участвовать в соревнованиях по рукопашному бою. Адаптация их техники. Ну такая современная тема, которая сейчас на фоне смешанных единоборств очень такая. А немножко свои титулы, звания как о спортсмене. Ну я понимаю, что ты скромный, но немножечко озвучу, что ты не в подвале, не на улице. На самом деле каких-то супервысоких званий нет. Опыт спортивной деятельности, это, если по порядку начинается школьная, достаточно долго бокс у Касимова Раганиловича в Краснодаре. Потом тяжелая атлетика, как это ни странно. Даже был чемпионом города по тяжелой атлетике среди юношей в 7 классе. Потом самбо дзюдо с 9 класса и закончил, тогда был институт физкультуры, закончил именно специализация самбо дзюдо. В высоких небо, ну уровень мастера спорта не получилось сделать, где-то немножко не хватило. Ну тогда мастер спорта СССР, это немножко не то, что сейчас мастер спорта России. Да, да. То есть поэтому, в принципе, меня считают мастером спорта по самбо. Потом, так получилось интересно, мы начали заниматься, это называлось, тайландским боксом, где-то с 84-го года. Потом ушел в армию и потом продолжили эти занятия, но уже к нам приехали французы. Приехали французы, распространяли французский бокс Салат. И вот, будучи достаточно взрослым, я выступал на соревнованиях, помог и бокс, и косвенно, и геноборство с самбо дзюдо. И то, что я боксировал, и то, что у меня специальное образование физкультурное. Еще плюс, я учил французский язык в школе, в университете, мне это помогло. То есть в федерации я отвечал за международные контакты и так далее. Ну, сам был неплохим спортсменом, выступал по Салату в несколько международных бойцах в Краснодаре, здесь, во Франции. В общем, ты охватил и спортивную часть, и менеджмент в полной змеи. Ну, получается, ну, что касается менеджмента, может быть, возрастные, так сказать, кто давно в Краснодаре живет, они могут помнить, с 2004 по 2009 год казино Европа здесь была в Краснодаре, и вот я являлся матчмейкером этих мероприятий. То есть мы делали впервые все соревнования. Ты был главный организатор, да? Да, да, да. Хорошо, мы поняли, уже зритель понял, что ты близок был к спорту, сам выступал, и у обывателя всегда, кто сталкивается с коксартрозом, сразу мысль, первая мысль, это что, ну, раз спортсмен, значит, все объяснимо. То есть коксартроз, а у тебя какой был диагноз перед операцией? Точнее, уточни. Ну, коксартроз, там не было именно септического микроэнергии. Просто коксартроз, который тебе начал мешать жить. Сколько лет, месяцев, дней у тебя он давал, тебе давал беспокойство? Ну, где-то лет несколько, постепенно-постепенно, потом надо же прикравывал, ну, вот именно это касается, не знаю, может где-то с 2005 года и так далее. Прикравывал, начал болеть сустав, даже укоротилась нога, мне подшивали брюки, одна штамина короче, другая, не, ну, сантиметра два это точно. То есть, видимо, сустав там, ну, стерся, уже какие-то свои, свои у него были направления. И уже, как бы, я терпел, ну, благо, не знаю, может быть, прошло много времени, потому что я все-таки спортсмен и старался всегда нагружаться, небольшой вес, физическая активность, правильное питание. Ну, вот вспомни, все-таки, сколько это, два-пять лет, так, ориентировочно, сколько ты терпел до операции? Ну, несколько лет, это точно, года три-четыре точно. Уже решился на операцию, потому что мне было очень сложно пройти там 200 метров, я вынужден был останавливаться, боли и так далее. Ты, как спортсмен и как человек, ищущий для себя решения какие-то, пытался через физические упражнения как-то улучшить свое состояние? Были попытки, вот ты помнишь, или просто ты понимал, что состояние ухудшается, ты соглашался с ним и просто пошел на операцию? Или все-таки была какая-то борьба у тебя с этим? Ну, вот здесь надо разделить. Наша встреча, она не просто так. Наша встреча, потому что стал беспокоить второй сустав уже серьезно. И мне тогда говорили до операции, даже до операции, что, вы знаете, что вы через пару лет придете со следующим суставом. Да. И до первой операции, в принципе, у меня была возможность регулярно заниматься. Я работал в врач-фитнесах, там персональных тренировки вел по кикбоксингу, тайскому боксу и так далее. То есть, в принципе, регулярно нагружался, был у него не очень большой вес. То есть, в принципе, за счет спорта, я, видимо, растянул. Ты растянул немножко, ты был активен для кровоснабжения, но все-таки надо уточнить, что у тебя нагрузка была твоя специфическая, связанная именно с боксерской техникой. Она, на самом деле, не очень хороша для вот этих вещей, потому что уже потом понимаешь, что нужны больше циклическая, спокойная работа, не должна быть ударная нагрузка. Симметричная работа должна быть, да, когда, не тогда, когда у тебя таз полуфронтально развернутый, ты работаешь там левой-правой, нагружаешь то с правой ноги, то с левой ноги. У тебя и так перекос таза, а ты еще работаешь вот с этим специфической стойкой, да, полуфронтальной. То есть, насколько я понимаю, должна быть регулярная, но щадящая нагрузка и без каких-то ударных весных движений. Хорошо, теперь коснемся вот непосредственно, когда ты решился все-таки на операцию. Были у тебя страхи, потому что обыватели обмучают этот вопрос, вот как перейти эту границу, как преодолеть страх, а вдруг именно у тебя будет неудачная операция. Вот, ну, каждый думает, что вот у него там, да, вот все прыгают с парашюта, вот у меня не расстроится. Вот, как ты психологически подготовился? Ну, мне это очень тяжело удалось, честно признаюсь. Перед операцией я молился, смотрел на людей, которые ходят. Я молился о том, что я мечтаю о том, чтобы хотя бы просто ходить. Ходить, то есть, не было других каких-то. То есть, боль была такая, что ты уже не особо задумывался об исходе операции, тебе было просто важно, вот ты знал, что будет операция, ты пойдешь заново, нормально. Просто боль, у меня на самом деле по ночам не было особо боли. У меня боль при движении, но у меня работа связана с движением. То есть, есть люди, которые ходят, может быть, и с костылем там, и... Ну, сел за каплю, да, 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 то есть, может быть, их бы это устроило, но мне тогда надо полностью поменять профессию и так далее. Хотелось жить активно. Но это не просто два профессия, это же твоя жизнь, где уже в этом варишься, это твои соки, это твоя кровь. И еще интересно, был случай уже, когда я решился о нашем докторе. О нашем докторе. Так получилось, что я узнал с конца 90-х, 2000-х, у нас одно время мы работали в одном месте. Я не знаю, Дима, может быть, это как бы лишняя информация, но я не вижу в этом ничего страшного. Мы работали в те годы, я работал в Ушибало в ресторане, а он официантом, подрабатывал, будучи студентом медицинского института, как я понимаю. И вот, когда я уже пришел на операцию с документом, с этим направлением, я смотрю, идет знакомое лицо и улыбается. Я понимаю, что я этого человека хорошо знаю, но я не могу вспомнить. Поэтому к нему подошел, подошел, говорю, вот так вот так, вот у меня направление, ну, я тебя возьму, ты что, не помнишь? Я вот вижу... А он уже стал москитом таким? А он работал доктором в Краевой, и они на потоке делали эти операции. У него уже опыт был, он уже, там, рука набита уже была, да, он такой рабочий хирург. Ну, хорошо, взял он тебя, и ты успокоился. Это тебе дало? Нет, мне все равно очень сложно было. Там эти операции, специфика, я так понимаю, что бывает обезболивание местного, территоральное, да, мне пытались это сделать, на меня никакого действия это не оказало, ну, то есть, и, как бы, поняли, что меня надо усыплять, как бы, все. Это вот, то есть, это было... Как тебе бешеную собаку надо, чтобы ты не вскочил, не начал бить морды там всем. Потом реабилитация, как бы, прошла, ну, более-менее нормально, постепенно-постепенно, и я вообще забыл. Хорошо, а вот реабилитация. Можешь вспомнить, через сколько дней ты начал, ну, ты сам человек активный, гиперактивный, и плюс еще твоя вот эта вся история боксерская, через сколько дней ты начал двигаться более-менее нормально, вот, ходить? Ну, несколько дней лежал однозначно, через дня два-три там в туалет первый, так сказать, уже с костылями. Не, вот без костылей, когда ты вот вышел на улицу, не помнишь его? Без костылей, я не могу сейчас, ну, месяца два, наверное. Все-таки где-то так, да? Да, да, ну, с костылями одним, потом еще месяца четыре, может быть, соединяем, потом потихонечку уже... Потому что у меня, ну, все шаги записаны, я через полтора месяца уже штабу 140 килограмм готовился, начал на соревнованиях, ну... Ну, это потом, да, я понимаю, что здесь, на самом деле, чтобы кость росла, здесь нужна нагрузка регулярная, ну, может быть, я, так сказать, все-таки опасался. Нет, просто, ну, у меня была мотивация же другая, за мной еще группа людей, я же все это делал на глазах у своей группы, и мне очень хотелось доказать и показать, что я смогу быстрее реабилитироваться, и у нас же с тобой один доктор, да, и он, когда пришел со мной после операции, говорит, что я тебе сустав поменял, все остальное, Олег, делай, как ты знаешь, потому что мне тут тебе сказать нечего, ты сам в этом все разбираешься, поэтому делай. Я начал делать, и холодный пот у Мирошникова иногда на лбу выходил, потому что он, когда видел, что я там начинал приседать со штангой, ему становилось дурно, и он думал, ну, вот скоро сейчас он придет уже со вторым суставом. Хорошо, значит, заключение. Прошло 10 лет, и вот эти 10 лет, вот, закроем тему, как твой вот этот сустав чувствовал? Были какие-то за эти 10 лет какие-то напряжения, какие-то стуки, вот, чего люди боятся? На сегодня он у тебя нормально работает? Значит, если честно, я вообще забыл, что у меня была операция, я вот и годами об этом не вспоминал. Единственное, так как я, ну, я имею отношение к спорту, здорового в жизни, я не позволял себе прыжковую нагрузку, не позволял бегать. Для этого у меня велосипед, у меня велосипед вообще с собой всегда в машине. Просто на всякий случай велосипед расслабил. То есть ты исключил прыжковую нагрузку, несмотря на то, что ты боксер, тайбоксер, ты все равно понял, что ты тайбоксер? Да, даже методика преподавания, кто меня знает, то, ну, меня очень много знают в этой сфере, я тренирую очень давно, я последние вот эти годы, я не показываю сам удары ногами, просто я их просто не делаю, потому что оно очень сложно, и я опасаюсь. И вообще мне не было никогда хорошей растяжки, на самом деле. То есть есть методика, я объясняю словами, беру, вычисляю, кто у меня из учеников наиболее растянутый, и уже с помощью него я показываю. Ну, тут важно сказать, что ты просто понимаешь по биомеханике, что импульсная работа при искусственном суставе нежелательна, ударная техника, потому что она тобой, ну, человек не может контролировать, вот, допустим, я всегда объясняю так, что когда человек приседает с весом каким-то, он понимает, что он приседает, он чувствует. А при ударе очень трудно сформулировать, ну, это надо табло, чтобы оно показывало силу удара, да. И поэтому в порыве страсти, там, вот это, ударил сейчас с идеей, ударил слабее, сустав вылетает, импульсная нагрузка, конечно, это, ну, не очень приятно. Конечно, я сдерживал, всегда хотелось выйти и побороться, хотелось и побоксировать, но я всегда понимал, что это чревато, поэтому не позорялся. Ну, и все-таки, ты сходил недавно к доктору Мирошникову, там, месяца полтора-два назад. Мы говорим сейчас о твоем эндопротезе. Вы его проверили через 10 лет? Рентген там? Ну, сделали рентген. Все нормально? Да. Все нормально. Вот, просто для тех слушателей, которые, ну, по каким-то причинам, по своим каким-то фобиям, страхам, не могут решиться, вот живой пример спортивного человека, там, который решился 10 лет тому назад, уже достаточно хорошо это все было развито, сделал операцию и не думает об этом. Есть другая проблема, это в следующей серии, про вторую ногу мы поговорим попозже и сделаем дополнительную серию. Всем спасибо, до свидания, не болеем, живем без боли и с хорошим настроением. До свидания. До свидания.